Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода комментарий Ибн-Эзры к недельным главам. И этот урок по главе «Бо» мы конец главы переведем с комментариями Ибн-Эзры. Урок посвящается. Итак, 13 глава, 2 стих. Пишет Ибн-Эзра. Этот стих написан в книге Бамидбар, в «Паршат Корах», где описываются разные тоже мотанодки Гуна после бунта Кораха. Описывается, что именно положено к Коэнам. Что в момент, когда Всевышний ударил по всем первенцам египтян, соответственно, он осветил всех первенцев, что теперь все остальные первенцы тоже принадлежат Всевышнему и нужно их выкупать. И после того, как вышла критика Ибн-Эзра Гизейра на всех первенцев египтян, и животных, и человека, а у евреев не было смертей, у их первенцев, поэтому они обязаны выкупить на вшам, да, свою душу, так сказать, чтобы дать Копару, дать искупление взамену своей жизни за то, что Всевышний их спас. И дальше говорит Тора, что мы выходим в Ходеш Ха-Авив, да, мы выходим из Египта в месяц весны, что именно этот месяц всегда должен попадать на весну. как сказано насчет Хага Ацерет, Хага Кацир, что Ацерет, то есть его от его, он попадает на Кацир, на урожай пшеницы. И если первый праздник попадает на время ячменя, а вив это сиорим, да, это время ячменя, которое поспевает раньше в Израиле, да и не только в Израиле, поспевает раньше, чем пшеница, то тогда, соответственно, второй праздник через почти два месяца, через пятьдесят дней, будет на время урожая пшеницы. И тогда Суккот будет всегда попадать на время уже, когда собирают весь урожай. Хага Асиф его Тора называет. И говорит, это уже все Деврей Кабала, то есть это все по традиции, как я уже упомянул. В смысле, он, похоже, хочет сказать, что календарь нужно его передавать по устной традиции, что недостаточно просто полагаться на письменную Тору в данном случае, это все он, видимо, пишет, чтобы поспорить с караимами, что в данном случае, Тора так подробно, говорит, описывает законы, например, Митсура, проказных, а законы календаря, которые гораздо больше относятся ко всему еврейскому народу, не как редкое исключение каких-то болезней кожных, а как что-то, что нужно всему еврейскому народу знать, и тем не менее, Тора очень как-то неподробно это все описывает. И все потому, что он считает, что это все было передано в устном законе, чтобы знать, да, как эти все подсчеты делаются, это все из Гиморрис и Эдрин выходит, как именно они решали, когда добавлять месяц, когда нет, ведь как Ибнезер написал раньше, то, что мы не переводили, но что месяцы еврейские, которые мы сегодня называем Ниссантом и так далее, это все позже уже пришло из Бавилонского изгнания. Мы знаем, что в Пятикнижье и даже позже никогда не называются эти месяцы Ниссаном, да, первые месяцы никогда не называются Ниссаном, только уже в книге Эстер впервые упоминается слово Ниссан. И это все потому, что евреи, вернувшись из Бавилонского изгнания, по каким-то причинам не хотели больше говорить на иврите, в основном говорили уже на арамейском, и в том числе называли месяцы, как было принято в Бавилонии. Кстати, Равьяков Каменецкий обсуждает, почему действительно они так делали, что это была часть изгнания, а весь второй храм время было как бы продолжением изгнания, как Малбим пишет. И поэтому они хотели подчеркнуть, что они не говорят на святом языке, и что они месяцы тоже называют, как в Бавилонии их называли, по-аккадски, или каким-то другим языком, которые были приняты в Бавилонии. Это все, кстати, сказано в руссоинском Талмуде, в данном случае Бенезра полностью согласен с мудрецами Талмуда, с Хазаль, что название месяцев пришли из Бавилонии. Но Тора просто определяет, что будет первый месяц, который начинается всегда весной, когда поспевает урожай ячменя, а потом все остальные праздники зависят от того, как мы назвали, когда мы определили первый месяц, просто отсчитываем, и Тора всегда говорит, такой-то день, такого-то месяца, например, праздник Трубления, ну, Рошашара, это более позднее название, раввинское, но день этот называется Йом Труа, да, Торой. Как определяет Тора его? Как первый день седьмого месяца. Или, скажем, Хага Суккот, как определяется? Как пятнадцатый день седьмого месяца. Ну, и потом следующие семь дней за ним. И так далее. То есть все праздники определяются по тому, когда был назначен первый месяц. А первый месяц определяется, когда поспел урожай ячменя. Поэтому совершенно не важно, сколько придется ждать месяцев, какой год, тринадцать или двенадцать, да, у нас сегодня мы называем большой год, когда два Адара, а маленький год, когда один Адар. Но даже когда не было еще названия Адар, это совершенно не играло никакой роли. Просто каждый год нужно было определить, главное, первый месяц. Не важно, сколько лунных месяцев прошло после начала предыдущего года. Вот. Если через двенадцать месяцев еще слишком холодно, значит, будет через тринадцать месяцев первый месяц, с которого уже начинается весна. Главное, что определяется первый месяц, когда началась весна, и потом после него уже отчитываются все остальные месяцы, сколько бы их ни было, 12 или 13. Ведь в Торе нет ни одного праздника, который падает на 12 месяц, поэтому, в общем-то, особой разницы нет. А вот уже позже, когда был добавлен Пурим, то действительно у Хазарь возник вопрос, в какой из Адаров соблюдать Пурим в годы, когда есть два Адара. И на практике у нас халаха, конечно, как вы знаете, что соблюдается Пурим в этом году, как раз высокосный год, два Адара, Пурим будет соблюдаться в 13-й месяц, то есть во второй Адар. Почему? Потому что мы хотим соблюдать Пурим месяц до Песаха, чтобы как бы избавление наполовину во время Стера, это было не полное избавление, это было немножко Тхила-Тагюла, оно всегда будет близко к избавлению полному во время Песаха. Я уже рассказывал в другом месте, что весь год еврейскому как один большой день. Так вот, Пурим сравнивается с рассветом, а вот уже Песах с началом дня, с восходом солнца. Получается, что Пурим он всегда за месяц до Песаха, поэтому именно во второй Адар празднуем Пурим. А все остальные праздники, все библейские праздники, они определяются месяцами гораздо раньше, поэтому все равно нет разницы, будет в году 12 или 13 месяцев, потому что ни одного праздника со времен Моше нету, который был бы на 12 или 13 месяц, поэтому все праздники, они просто нужно определить, какой месяц первый, какой седьмой, и от этого уже зависят все остальные праздники. Фактически все наши праздники зависят только от двух месяцев, от первого и от седьмого. Еврейские праздники из Торы, из Хумаша, они все либо в первый месяц, либо в седьмой, либо Шивот, который вообще падает на третий месяц, но тоже зависят только от первого, потому что он всегда 50 дней после Песаха, то есть он тоже не зависит от Сивана, а зависит от Нисана. Значит, главное определить, когда будет первый месяц, и потом через семь месяцев лунных будет, соответственно, седьмой, и по ним уже определяются все библейские праздники. Продолжает Эбнезер. Вегая кия веха, и будет, когда Всевышний тебя приведет. Этот, говорит, посук, вегая хайом хазе лахэм лизе корон, потому что, говорит, Песах зависит от того, что мы зайдем в землю Израиля. Потому что, говорит, в пустыне у нас вообще не было обязанности соблюдать праздники. Это очень интересный хидуш, но наполовину с ним согласился Рамбан. Мы знаем, что в пустыне один раз мы сделали Песах. Это был первый год пустыни, то есть через год после того, как мы вышли из Египта, говорится в главе Бехалотха в книге Бамидбар, что евреи сделали Песах. И тогда как раз, кстати, появилась новая концепция Песах Шени. Тогда Всевышний разрешил людям, которые были нечисты, не смогли принести Песах Шени. Но, возможно, это было исключением. Это не значит, что вообще в пустыне мы должны были приносить все эти 40 лет Песах. Есть объяснение, что евреи не приносили в основном Песах, потому что у них дети были необрезаны в пустыне, что они боялись обрезать в пустыне, потому что все время они двигались, в любой момент нужно было двигаться. Это было опасно, ребенка обрезать, а потом переносить его с места на место. В общем, по каким-то причинам большая часть евреев, кроме левитов, были не обрезаны, поэтому в основном Песах не приносился. Но вот согласно и Бенезре здесь, и Рамбану, соответственно, получается, что они не обязаны были, в общем-то, приносить Песах в пустыне. И Рамбан немножко даже больше на этот счет пишет. Он считает, что в идеале же мы должны были зайти в землю Израиля сразу. Поэтому если бы мы во второй год в пустыне уже зашли в землю Израиля, то тогда единственный Песах в пустыне был бы этот Песах через год после Исхода. Но так мы не зашли, это было наказанием, то Всевышний был и неугодный. То есть еврейский народ как бы застрял в пустыне из-за своих грехов, и поэтому и Песах не приносил. Во всяком случае, здесь действительно написано в Торе, что когда Всевышний придет тебя на землю, тогда будешь приносить Песах. То есть выглядит, что основная заповедь была только когда придешь в землю Израиля. А Бенезр идет даже дальше, похоже, он считает, что ни один из праздников не относился, пока не зайдем в землю Израиля. Хотя праздники описаны уже в главе, например, Ишпатим, в главе Китиса. Да, это все главы, которые были даны еврейскому народу еще в первый год пустыни, после дарования Торы сразу же. И тем не менее, считает Бенезр, что эти праздники описаны, это все только в земле Израиля. Регалиим, например, когда будут приходить Рушаном, Гибр вообще будет позже описан. Но тоже фактически, да, в ОМЭ, книговая икра, когда была дана нам, когда основные законы из книговой икра были сообщены. Тоже пока мы еще были в горе Синай, как последняя из глав говорит, предпоследняя, да, что около Синай даже Шмидту была дана. А Шмидта будет только в земле Израиля относиться, тем более остальные главы из книги Войкра. И вот тем не менее, получается, что хотя даны они были сразу, эти заповеди, но соблюдались они, согласно Бенезре, только когда мы зашли в землю Израиля. Все праздники. Я не знаю, считает ли он, что вообще праздники не соблюдались. В пустыне ни в какой степени. Или он считает, что просто не относились жертвы праздничные. То есть человек, например, соблюдал день отдыха в Шивот. Или, допустим, соблюдал трубил в Шофар, в Роша Шана. Просто не нужно было ничего еще делать. Никакий Регалим, то есть именно праздник, когда нужно обычно приходить в храм и приносить жертвы. Это не относилось в пустыне, может быть, по мнению Бенезре. Потому что мы точно знаем, что в пустыне относились законы запрета Хаметса. Хотя точно ли мы знаем, может, обына завистью этим спорит. Но думаю, что он вряд ли спорит с тем, что законы Хаметса семь дней относились каждый год. Начиная с исхода из Египта и неважно, в пустыне находишься или уже в землю Израиля пришел. Это никак не зависит от пустыни. Поэтому, может быть, когда он здесь пишет, что... Что лонит с того лишь моргал Муадим, может, не имеется в виду вообще никакие законы Муадим не нужно было в пустыне, по его мнению, соблюдать. А может быть, имеется в виду, связаны его только с храмом. Все, что связано с приношением жертв, я не знаю. Теперь стих Бавурзе. «Ради этого, что Всевышний мне сделал...» Тут в Иврите немножко непонятно, да? Казалось бы, должно быть наоборот сказано. Не Бавурзе, а Сашемли. «Ради этого Всевышний мне сделал...» Наоборот, ради того, что Всевышний сделал, мы будем делать это. В смысле, мы приносим пасхальную жертву в память о том, что Всевышний сделал, а не наоборот. Из-за того, что мы делаем, что-то Всевышний нам сделал. Поэтому он говорит, что Раби Йона Хамедагдек действительно считает, что здесь хафух, как он говорит, перевернутый. Хазан называет микрамисурас, как бы перерезанный, кастрированный стих дословно. Так они говорят, когда нужно поменять порядок слов, чтобы понять смысл. То есть должно быть «Зе Бавураса Шемли». Это я делаю, потому что Всевышний меня спас. За то, что Всевышний для меня сделал. А Ибнезер с этим спорит и говорит, что здесь не нужно ничего переворачивать. И объяснение вот какое. «Ве Авата – это Авода Азот. Будете делать эту работу, Песах, да, при приношении жертвы пасхальной. И скажешь своему сыну «Бавур Зот Авода Шаасити Аса Лихаот Шааса Аши Ца Тим Мицрая». В смысле, что Всевышний почему меня вывел из Египта? За то, что я в первый раз принес первую пасхальную жертву в Египте. Поэтому это логично. «Бавур Зе» из-за этого, то, что я сделал, Всевышний меня тогда спас. То есть мы сейчас не объясняем, почему я сейчас приношу пасхальную жертву из-за того, что Всевышний меня спас. А наоборот, почему Всевышний меня спас изначально из-за того, что я первую пасхальную жертву принес. Также Торос сказал, что вы принесете жертву, и за это Всевышний вас спасет. и ваши первенцы не погибнут. Девятый стих. Вихаяли халиот альядеха улизикарон бененеха. Он говорит, что можно двумя способами объяснить это. Первое, как, не в буквальном смысле, это стих из книги Мишлей, из притч Шлому. Ашрам аргаргоратеха, катвам алилуах лебеха. Что слова эти пусть будут у тебя привязаны как цепочка на горле, как бусы. И как бусы на шее, и напиши это на луах, на луах своего сердца. И тогда не буквально, просто сделай это знаком всегда. Чтобы было это знаком из-за короны, памятью. Здесь Тора даже слово тотофот еще не использует, но позже будет использоваться чуть дальше. А в первом отрывке протфилин он будет использоваться просто зикарон. Что будет это тебе всегда памятью, и будет это всегда тебе знаком. Как симан. И почему? Потому что бияд хазака Всевышний сильной рукой тебя спас. Чтобы ты это всегда в своем сердце держал, никогда не забывал. И также следующий отрывок ВИГАЯЛИХАЛИОТАЛЬЯДЕХА ОЛИ ТОТАФОД БЕННЕНЕХА Тоже можно принять. Это как в ШИРАШИЛИМ, что это как бы у тебя будет знаком на люке, знаком или украшением между глазами. КИБИХОЗИКЬЯД И кИБИХОЗИЯНУ ВАШИМИ МИЦРАЛЬМ И кИБИХОЗИКИЯД Слово ТОТАФОД оно ЗАРА, но исключение единственное слово в Торе только в этом контексте. А некоторые говорят от слова ГАТЭФ ЭЛЬДАРОМ это стих из Ехэскеля, что переводят его как разговаривает 21 глава Ехэскеля разговаривай в сторону юга. Получается, опять же, чтобы слова исхода, упоминания об исходе никогда не не уходила с твоих уст. Обычно, на самом деле, ТОТАФОД объясняет, что это как украшение. Есть такое уже в раввинском, вы видите, выражение ТОТЭФЭД, в которое женщина может или не может выходить в субботу на улицу. Это какой-то кокошник или что-то, что на голове женщина носит. Значит, для нас это тоже украшение, чтобы вспоминать всегда, да, помнить с помощью этого знака. По-русски, кстати, в Сидуре Твилат Хашем они то и другое перевели как знак ОТ и ТОТАФОД. На самом деле, это очень сложно переводить слово ТОТАФОД, и Мишна Брура как раз из-за этого и пишет, что лучше Шма не читать на другом языке, что хотя в теории человек Йоци читает Шма на любом языке, но говорит, как мы будем переводить слова как ТОТАФОД? Вот. Ну, в любом случае, видимо, раз, в принципе, можно выполнить запад на любом языке, и во время Хазар тоже было трудно перевести все эти слова, не только сегодня стало трудно переводить, значит, самый близкий эквивалент, который можно найти, это достаточно. Просто расстает такой вопрос, на иврите, если Шма прочьешь, даже не изменив немножко, даже если скажешь, в принципе, то же самое, но другими словами, ты не выполнишь запад, правильно? все должно быть произнесено точно как написано, но по-русски никакие два перевода не одинаковые, любые два Сидура будут иметь разный перевод. Как же может быть такой странный закон, что по-русски ты выполняешь Шма, читая по-разному, потому что каждый читает по своему Сидуру, нет одного стандартного перевода, а на иврите при этом, читая даже чуть-чуть по-другому, что смысл такой же, ты не будешь ЙОЦИ. Более того, допустим, кто-то перевел назад с русского на иврит. Ясно, что раз, например, по-русски перевод в Тейла Та Шам и тот другой знак, то и назад переводят на иврит одинаково, наверное, словом ОТ. Ясно, что человек не выполнит запад Шма так читает, то есть переведя сначала с иврита на русский, а потом с русского на иврит, ты уже не читаешь Шма правильно. А почему? Почему иврит хуже, чем другой язык? Если в другом, на другом языке ясно, но мне кажется, что либо нужно сказать, что Микар один, по многим мнениям, первый стих Шма, единственный, который История, а все остальное Равинская, а раз остальные стихи Равинские, в смысле, они, конечно, взяты История, но читать их нужно только по Равинскому закону, что нет обязанности История прочитывать все эти стихи каждый день по утрам и вечерам, да, «лажать и вставая», что История достаточно прочитать только первый стих, «лажать и вставая», а его уж перевести мы как-нибудь сможем, а все остальные слова сложные, так как это только Равинский закон, Равины разрешили переводить как угодно, лишь бы было понятно. Это первый вариант. Или второе, что в действительности, так как на других языках невозможно точный перевод, но тем не менее Равины постановляют, что можно считать, что на другом языке, значит, ну и лучший вариант, который можно, ты выполняешь заповедь, потому что другого просто выхода нет. А с другой стороны, человек, который перевел назад на иврит, так как на иврит можно перевести правильно, то есть на самом деле не переводить, а взять текст, который был изначально, то, соответственно, ты не выполняешь, если читаешь текст немножко другой. С чем это можно сравнить? С человеком, который картавит? Или с людьми, которые не могут произносить определенные буквы? Например, «ашкиназьм» обычно «Айн» не могут произносить. Ведь «Айн» и «Алэф» это разные звуки, и более того, и значение может быть прямо противоположным. «Ва-вад-тэм» через «Айн» описывает Тора, что если вы уйдете от Всевышнего, вы будете поклоняться идолам. «Висар-тэм» «Ва-вад-тэм» Но если произносить это как «Алэф», то будет выглядеть как будто вы уничтожите идолов, наоборот. Через «Алэф» то же самое слово значит обратное в данном случае, в данном контексте. Вы уйдете от Всевышнего и уничтожите идолов Хас и Шамм это же все наоборот. Получается, что уничтожающий идолов ушел от Всевышнего этим. Так как же мы тогда «Йоц и Шма», что мы все читаем, получается, давая этому противоположный смысл. Ответ, что раз мы все так произносим, и даже если отдельный человек, допустим, в какой-то общине, где все произносят правильно, но он не может произносить «Айн» и «Картавит», то он, так как для него это единственное произношение, которое он может, то он «Йоц и этим». Рабихия, например, не мог произносить определенные буквы, как выглядит из Талмуда, и тем не менее, на реках он «Йоц и Шма» выполнял. Но, с другой стороны, те люди, которые обычно различают между «Айн» и «Алэф», если они здесь ошибутся и будут говорить наоборот, то они сказали обратное «Йоц и Шма», и, соответственно, для них они не будут «Йоц и». Так же можно сказать и с языками, что на «Йоц и «Йоц и» человек «Йоц и», только читая правильно, но на других языках, раз другого выхода нет, для людей, которые не знают хорошо иврит, то разрешили им читать на другом языке и нашли подсказку в Торе, что, говорится, «Шма» на любом языке, на котором ты можешь слушать, ты можешь читать. В общем, как бы там ни было, тот Афот, да, говорит, ибо на это что-то, либо исключение, либо происходит от слова в Ехэскеле «разговаривать». А другое объяснение, это все до сих пор он объяснял, как Караимов фактически, да, и как, кстати, Рашбам, в принципе, объясняет, что простой смысл Торы, что Тфилин это просто аллегорически объясняется, что нужно помнить о Всевышнем всегда. Это не значит, что Рашбам не надевал Тфилин Хасвишалом или даже, что он спорил, что митцва из Тфилина надевать это из Торы. Рашбам открыто говорит, что он считает, что Тфилин это митцва из Торы, но он считал, что самой Торе письменной это не написано, что сам Пшат Торы это другое, это то, что нужно помнить о Всевышнем и, что понимается, это аллегорически. Но при этом устная традиция говорит, что в данном случае нужно понимать стих буквально, и, соответственно, если бы не устная традиция, мы бы поняли Тору аллегорически. Но, тем не менее, устный закон, который тоже с Горисиной, как пишет Ражбам, говорит, что нужно надевать филин из Торы. Это все мнение Ражбама. А караимы, они вообще верили, что и Тора никогда не требовала, и они же в устный закон не верят, и считали, что вся идея от филина это более поздняя раввинская идея. Так же, как, например, мы говорим по отношению к Шма, что, по некоторым мнениям, Шма не из Торы. Мнение Шмуля в Талмуде, что каравины в каком-то поколении решили, чтобы заставить людей сделать митцву, чтобы каждый день люди по утрам и вечерам читали именно отрывки Шма. А что Тора просто понимается в общих чертах, что нужно всегда помнить о Всевышнем, никогда не забывать эти слова, утром и вечером, лажать и вставая, в дороге и в доме. Получается, по Шмулю в каком-то поколении начали люди читать Шма, и это стало раввинским законом в какой-то момент. Может, даже в поколении Муше теоретически, но в каком-то поколении, во всяком случае, это не закон Торы. Так вот, караимы также понимают и Шма, и Тфилин, что это все не закон Торы, и Мизузу, кстати, что все это только аллегория в Торе. Вот. И продолжает Ибнезра. Второе объяснение, конечно, это мнение Хазаль. А именно Переш Ашини – это как Кима Шмао, что нужно сделать ручной Тфилин и головной Тфилин. И так получили наши мудрецы, Хазаль, эту традицию. Поэтому первый Переш – Батель. Раз традиция Хазаль, что нужно делать Тфилин физический, то первый Переш отвергается. Потому что на нем, говорит, нету наэманут, эдим наэманим, да, нету свидетелей верных, на которых можно положиться в отношении первого объяснения. А второе объяснение, оно по традиции, у которой есть верные свидетели, а именно наши Хазаль. Видите, интересно в этом словах Ибнезра вот что. Что, конечно, Ибнезра был традиционным евреем, и, разумеется, он надевал Тфилин, и, более того, в отличие от Рашбама, он не утверждает, что первое объяснение лучше, чем второе. Рашбам полностью утверждал, что, согласно письменной Торе, первое объяснение правильное. Просто устные законы нам сообщают, что нужно надевать Тфилин. Ибнезра же говорит, что и в письменной Торе можно и так, и так объяснять. Кстати, в его более длинном комментарии там он в большей степени пытается отвергнуть слова Караимов. Но вот здесь, видите, в коротком комментарии он дает возможность, во всяком случае, объяснять и так, и так, если бы не устная традиция. И потом говорит в результате, что только из-за устной традиции мы полагаемся, что Тфилин все-таки митцва из Торы. Если бы не традиция Хазаль, то можно было бы и так, и так объяснять, согласно тому, что он здесь написал. Оба перюша имеют, в принципе, одинаковую валидность с точки зрения самого текста Торы. Но вот так как есть свидетельство Хазаль, что нужно надевать Филин физически, то это, конечно, все решает. И вот в длинном комментарии своем, кстати, Ибнезра доказывает, что из книги Мишлей, то, что там говорится, похожие стихи, там они точно не буквально имеются в виду, а тут ничего не докажешь. Он говорит, что книга Мишля, она потому и называется Мишлей. Это притчи Шлому. А Тора не притчи. Тут другой жанр, так сказать. Тут легальный код законов четкий, а не просто притчи какие-то. Поэтому тут наверняка нужно понимать буквально. Но вот видите, здесь в коротком комментарии он, во всяком случае, не видит противоречия тексту и того, и другого объяснения. И только потому, что Хазаль приняли второе объяснение и имеет традицию, поэтому он полагается на второе объяснение как правильное. Следующий, десятый стих. Вишамарта это хука азот, лемуада. Говорит, это в принципе должен был бы стих быть рядом со стихом про Песах. Ведь хука вроде здесь речь идет про Песах, а не про Тфилин. Кстати, у самих Азали есть диспут, про что этот стих хука. И у Хазаль, между прочим, есть навыками на исследствии, интерпретации того, к чему относится этот стих, надевать ли Тфилин по ночам. Вы знаете, что мы надеваем Тфилин только днем, но в принципе у нас халахами и карадин, кроме Рамбама, большинство решений постарляет, что и лайлазмант Тфилин. И ночью можно было бы надевать Тфилин. Почему же мы не надеваем, потому что человек заснет и пукнет. А пукать нельзя, когда у человека Тфилин. А вот есть мнение, что мне и карадин нельзя ночью надевать Тфилин, и человек ломает запрет вот этот, потому что написано, что Вишамарта – это хука азот, ми-я-мим-я-мима, с дня до дня. И днем только, значит, эта хука относится по мнению, что это хука и этот Тфилин. Но Ибаназар считает, что хука здесь – это Песах. И мы, говорит, положимся на Кабалу, то есть на традицию наших мудрецов. Я не уверен, про какую именно Кабалу он имеет в виду. Про Кабалу, что все-таки речь идет про Тфилин. Как я сказал, сам Ихазар спорят на этот счет. Одиннадцатый стих. До того, как было сказано «Кадиш ликоль бихор», и они были коинами, тогда еще Аароны, его потомки, не были выбраны как коины, они были как бы на месте коинов, чтобы приносить жертвы. И также, говорит, 70 старейшин израилевских из бихорот, и были тоже из первенцев. И на Рыбне Исраэль, тоже, которые были упомянуты, и будут упомянуты в главе Мишпатима, это все были из первенцев. И также, соответственно, их первые животные были особо выделены, заметны. А вот другой Парше Всевышний скажет, и будет, когда вы придете в землю, «Тавир мимха кольпетерехем». В смысле, что до этого не было сказано, что сделать с этими святыми первенцами животных. Вот у них есть святость, а что с ними делать? А вот когда придете в землю Израиля, будут они корбаны, это будет, соответственно, заповедь, только когда мы придем в землю Израиля. А слово «гитпетер» – это «патах», «петах», да, открывающий, то есть тот, кто первый выходит из животного, из мамы, да, он первенец. И, как говорится, начало того, кто открыл ее рехем. И он доказывает это из стиха в Деври Аяме. «Килопатар». Есть стих во второй части Деври Аяме, 23 глава. И он, похоже, хочет сказать, что там тоже в этом значении корень «патар» используется. Это жилеткий очень корень. «Пейтав» – «тет» – «рейш». Так он доказывает, что именно оно значит. А «шегер», да, говорится, «шегер-бэхима». Говорит, мы находим, есть такой стих тоже «шегер-бэхэха». «Элэф», кстати, а «алэф» иногда значит «бык», да, или «стада быка», «шегар-бэхэха». Как, например, «хэдр-бэхэдр». Кажется, он здесь пытается объяснить, почему иногда здесь гласное меняется. Нет, насчет гласных слова «шегер». И говорит, что это подобно слову «эдр», да, «шегер» и «эдр» – это «стада». Значит, все первое, что выходит, первое первенец животных, он идет к Всевышневу. И также это относится, значит, и к мелкорогатому скоту Цион, и к Бакар, то есть к быкам, да, к детям коровы. А если это нечистое животное, тогда, это только в случае хамор, да, единственное, нечистое животное, у которого первенец имеет святость, это хаморка, которая пишет, осел, тогда тифдебасе, ты должен выкупить его с помощью барашка. Вот, и говорит дальше Бенезра, что нам нужно знать, сколько же выкуп первенца сына, да, первенца человека. И мы это, говорит, не будем знать из стиха, только знаем это из Каббалы, то есть, опять же, из устного закона. Вяравто, да, это насчет первенца осла, которого они выкупили с помощью барашка, ему тогда разбивают шею. Объясняет Бенезра, Ешамрим, некоторые объясняют, что просто пишут ему на шее, сзади шеи, на арпо, кодэш. Это, говорит, далеко от простого смысла. Поэтому, говорит, правильно, как объясняют матики Хадат, как он говорит, это наши мудрецы, да, хазаль, которые получили традицию, как объяснять Тору. Они правильно здесь объясняют, что берут, разбивают ему шею. Так же, как говорится про Эгларуфа, да, когда тело человека нашли, не знают убийцу, то делают процедуру, что разбивают хлебет коровки, да, молодой коровки. И, говорит, близко к этому еще выражение Яроф Мизбехотам в книге Хошея, в одном из малых пророков, 10 глава, что это тоже разбивать, значит. Коль Петерех и Мазехарим, имеется в виду, из тех видов, как он говорит, которые приносятся в жертву. В смысле, не все же виды приносятся в жертву, только быка, козла и барана, да, первенцы. Поэтому просто хочется сказать, что из тех, которые приносятся в жертву, их, соответственно, приносят. И на этом заканчивается наш урок. Уроку с 16.00, прошли мое расслаха вихоним, шелеху в Батасе, вихон, Исраиле.